Более 2 миллионов 400 тысяч рублей лишилась Саровчанка. Потеряв паспорт еще осенью прошлого года, женщина не сразу позаботилась о своей безопасности и не стала заявлять об утерянном документе в правоохранительные органы. Паспорт попал в руки мошенникам. Злоумышленники нашли человека, похожего на фото пострадавшей, и сняли с Бирбанковской книжки женщины все деньги. Денежные средства, когда на карте, там же сразу приходят смс-оповещения. Это если на книжке они лежали, не проверяла. Потом, когда пришла необходимость, посмотрела, денежных средств нет. Найти преступников пока не удалось. А вот в отношении тех, кто похитил деньги с карты другого Саровчанина, уже возбуждено уголовное дело. Мужчина пригласил в гости мало знакомых людей. Они вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь у компании закончился, хозяин квартиры отдал одному из товарищей свою кредитную карту и сообщил пин-код. Спустя какое-то время он заметил о том, что на карте, на кредитной, прошу заметить, не хватает 320 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 кража. На дорогах за минувшую неделю произошло 6 ДТП. В двух из них пострадали люди. На перекрестке улиц Музрукова и Советской водитель автомашины Ауди в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и на высокой скорости выехал на полосу встречного движения. Совершил столкновение с остановившимся на красной сигна светофору автомобилем Лада Приора под управлением водителя 90-го года рождения. Далее Лада Приора продвинулась назад и совершила столкновение с остановившейся сзади автомашиной Лада Гранта под управлением водителя 62-го года рождения. А Лада Гранта продвинулась назад и в свою очередь совершила столкновение с остановившейся сзади автомашиной Мерседес. В ДТП пострадала пассажирка автомашины «Лада Гранта». Медики зафиксировали уши полба. На улице Зеленая водитель автомобиля «ВАЗ», выезжая на перекрестке, не уступил дорогу «Фольксвагену Тигуан». В результате пострадал водитель иномарки. Мужчина получил сотрясение головного мозга.